Вот сейчас поговорим о символах России. За что нас россиян знают и узнают? Водка, медведи, ну вот третий самый главный, ну не самый главный, да, но один из самых основных атрибутов, по которым узнают Россию. Что это может быть? Давай несколько вариантов. Самая читающая страна в мире. В туалете. Лучшая система здравоохранения и образования. Ну тоже сейчас, не Катя, да. Самая прогрессивная ракетная отрасль, да, космическая отрасль. Лучшие ракеты в мире. Тоже, да, уже Рогозин сделал все, чтобы это изуродовать и насмехаться над этим. Но я не знаю, ну блин, я даже не знаю, что у нас. Ну три просто, это такой, по сути, триумвират. Водка, медведи и автомат Калашникова. Он даже изображен на флаге некоторых стран, нескольких стран. И вот концерн Калашников отчитался о рекордной сделке на сумму в 590 миллионов долларов, в рамках которой он поставит Индии 680 тысяч новейших автоматов Калашникова. Но, как всегда, есть одна особенность. Только 70 тысяч автоматов будут собраны на заводах в России, а остальные 610 тысяч в Индии. Таким образом, на уровне государства Индия лоббирует, чтобы ее граждане получали больше рабочих мест с хорошей зарплатой. Российские заводы, видимо, потеряют сотрудников. Это жесть. Слушайте, друзья, вот Индия, да, их правительство может похвастаться тем, что они прилагают усилия для развития своей экономики. Они прилагают усилия для реального увеличения налогооблагаемой базы, создания новых рабочих мест. Может ли похвастаться этим российская база? Да, конечно, нет. Индия добилась ровно так же, как и Китай, ровно так же, как и другие страны, казалось бы, третьего мира, но у которых минимальный размер оплаты труда в несколько раз выше, чем в России, кратно выше, чем в России. Добились того, что у них есть платежеспособный рынок. Не умирающая, загибающаяся экономика, куда, ну, особо-то, какие корпорации-то сюда пойдут? Какие сюда пойдут, я не знаю, там, автомобильные марки или какие-то, может быть, производители, там, техники, там, электроники и так далее, никто не пойдет. Потому что у населения падает платежеспособная возможность. То есть люди обесценивают свои деньги, их уровень благосостояния снижается. На таком начале, ну, никто не хочет здесь ничего развивать. И они, наоборот, они пойдут в другие страны, будут вкладывать туда деньги, понимаете? Создавать, собственно, там спрос на, ну, не спрос, а о своих продажах как-то заботиться. Поэтому российская власть в этих вопросах максимально неэффективна. И, собственно, это главная ее задача, чтобы вы понимали, почему сегодня Россия вымирает, да? Почему сегодня люди отсюда уезжают? Почему у нас рекордный за всю историю дефицит мозгов? Потому что власть не создала условия, не дала возможности найти применение своему труду. Нет достойной работы и хорошей зарплаты. Всего лишь навсего. Во вторую очередь инфраструктура, во вторую очередь рост, там, развитие, там, творческое, уверенность в завтрашнем я. Но в конечном итоге все упирается в экономику. Как говорил Маркс, базис всегда экономический. То есть вначале идут вот эти экономические отношения, да, производственные отношения, а на них уже надстройкой выстраивается все остальное. Они причину изуродовали, да, и изувечили основу. И, конечно, у них все остальное будет тоже посыпаться. И концерт Калашникова пойдет на эти условия и отдаст к чертовой матери эти рабочие места и создаст там производственные мощности, лишь бы на этом заработать. А потом нам по телевизору будут рассказывать, какие мы молодцы, как у нас, значит, экспорта вооружения. Вот сейчас вот наверняка, я не знаю, что это за интернет-агентство написало, да, но что-то мне кажется, что по государственным телеканалам сейчас это первой новостью идет. Что вот Калашников заключил эффективный контракт. Ну так, справедливости, давайте просто порассуждаем. Россия зарабатывает на экспорте вооружения, по-моему, 20 с чем-то миллиардов долларов. Ну, деньги большие, 20 миллиардов, ну пусть 30 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, Швейцария на экспорте часов зарабатывает больше 50 миллиардов. Китай на экспорте сельскохозяйственной продукции триллион долларов зарабатывает. Вы понимаете, что такое вот это бряцание сегодня вот этими мышцами и мускулами? Между тем, представьте, Калашников, советское изобретение, которому десятки-десятки лет уже. То есть они своего-то ничего не создали. Российские власти эксплуатируют наследие Советского Союза. Они не хотят вкладываться, они не хотят развивать научный потенциал, они не хотят, я не знаю, создавать грамотное население, чтобы ученых было больше, чтобы прорывы были, инновационные какие-то разработки были, чтобы революция в производстве была. Они не хотят этого. Для них это расходы. Они временщики. Они пришли сюда на ограниченный период времени, они знают, что это случайно легко им досталось, и также это у них к черту матери из рук уйдет. Поэтому мы с вами, к сожалению, будем пожинать плоды. Потому что вот это наследие, научный потенциал Советского Союза, он тоже не безграничный. Помните, как Илон Маск говорил про российские ракеты-носители? Они говорят, хорошая ракета. Он говорит, хорошая ракета, но ей, говорит, полвека. Он говорит, да, она действительно, говорит, неплохая. Но технологии шагнули вперед. А наши разработки, как были разработаны десятилетия назад, так они до сих пор в таком же виде остались. В хламу их раскрасили. Вот на что сегодня способна российская власть. А на большее нет, не рассчитывайте.